Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня красивая тема. Бред арт. Украшение хлеба цветами и травами. Для украшения можно использовать любые съедобные растения и цветы. Они укладываются уже на готовый хлеб. То есть, если укладывать их на тесто, то в этом случае листья не пригорят, но потеряют свой цвет. Цветы тем более. Ну, а клеем служит обычная настойка льна. То есть, это лен, вот я сейчас покажу, залитый кипятком на полчаса. И там сверху образуется такая клейкая жидкость, которую можно и покрывать хлеб, чтобы тоньше корка была, но использовать как клей для поклеивания листьев. А это вот кисть художника Бродарта. И сейчас рецептик небольшой. Технология такова. Лен заливается кипятком в объеме, в три раза больше объема семян. Лен очень мощно набухает. Много влаги берет. И после набухания семян, это примерно 30 минут проходит, вверху образуется слой липкой жидкости. Только нужно столько именно воды. Вот я пишу три. Три раза это максимум. Лучше даже два с половиной для начала. Потому что если будет большой слой воды сверху, то он будет обладать слабой, такой клеящими свойствами. Нужно, чтобы густой был такой. Густая жидкость. И листья моются. И с внутренней стороны прокатываются скалкой для размягчения хорды. То есть, лист хорды достаточно твердый. И если потом приклеивать без прокатки, то в этом случае эти листья, они будут, когда высыхать, стремиться свернуться. Их трудно будет приклеить. Поэтому мы прокатываем скалкой для размягчения хорды. И готовый слегка остывший хлеб кистью покрываем вот этой льняной жидкостью полностью. Прям мягче копка будет. А потом листья с внутренней стороны также смазываем клеем. И смазываем клеем желательно то место, куда мы будем приклеивать. Это повторно. И уже приклеиваем. Придерживаем. Некоторое время подержим. И она нормально приклеится. Естественно, это нужно делать на немного остывший хлеб. Ну, во-первых, будет комфортнее работать. А во-вторых, если приклеивать листья, а тем более цветы, на хлеб, который вытаскивается, только что вытащен из духовки, очень горячий, то они будут терять свой цвет. Ну и здесь вот... Показано на фотографиях, но это достаточно примитивно, но показательно. То есть, что я хотел? Я хотел разместить листья, которые у меня были, и цветы. Ну, листья у меня это иван-чай. На ковриге маржаного хлеба. Я на расстоянном тесте уже обрисовал эти листья и цветы будущие. Ну, сначала у меня был эскиз на бумаге нарисован, такой простенький. Я приложил листья цветы, обрисовал. И, естественно, у меня это при выпечке рисунок сохранился. И потом уже точно наложил цветы и листья. Но это формат достаточно примитивный. Дополнительная информация. Цветы мыть не нужно. И прокатывать тем более. Их просто нужно смазать и приложить к корке хлеба. Если их мочить, они сворачиваются. Их потом трудно очень развернуть. И цветы нужно на еще более остывший хлеб. То есть после листьев накладывать. Так как они потеряют цвет от высокой температуры. В большей степени, чем листья. Видите, все просто. И здесь сейчас я покажу варианты. Мне интереснее обыгрывать естественные трещины ржаного хлеба. И в данном случае я использовал... Вообще этот бред арт у меня... Детище... Моего увлечения... Дикорастущей кухней. Поэтому, как правило, я использую дикорост. И в данном случае это герань. Мне очень много растет в природе. Листья, цветы, все герань. Здесь это клен. Кленовые листья. Молодые, весенние. Вполне съедобные. Если будет жесткая хорда, ее можно просто убрать, но не есть. Вот здесь тоже клен и сныть. Сныть это мой любимый дикорост. Но здесь видно, что я наложил их не на достаточно остывший хлеб. Он был слишком горячий. Это я делал надрезы специальные. Для того, чтобы сымитировать такой кустик дерева. А здесь мы видим большие это листья крапивы. Маленькие это иван-чай. Потом кислица тут немножко. Какое-то еще забыл растение положил. Но вот этот хлеб, он интересен тем, что выпечен по технологии зеленое одеяло. На одном из уроков будущих не этого учебного курса я эту технологию дам. Интересно, она позволяет выпекать хлеб из шрота. Шрот это дробленое зерно. Без этой технологии получится очень твердая икорка. А шрот дает такой привкус ореховой. Консистенцию. Ну, а это свадебный вариант. Это тоже герань. Нравится мне герань. Вот такая выразительная. Свадебный вариант ржаной ковриги. Ну, а в данном случае это уже творчество участников мастер-класса. Это поселение такое прекрасное, Междуречье. Очень красиво там. Люди увлеченные. И вот я приехал, мы делали выпекали хлеб. И они украсили тем, что у них было под рукой все съедобно и красиво. Попробуйте, потому что визуально это радует глаз. Ну, и немножко, наверное, прибавляет витаминов, микроэлементов. Еще я говорю, что это для детей как урок ботаники. Чтобы они определяли, какие листья наклеены на хлебе. Такое коротенькое сегодня видео. Завтра мы поговорим в следующем видео о нецелевом использовании закваски. Жду вас. До завтра.